Таленто и Найрия. Я надеюсь, что я стану следующим лучшим игроком украинского украинского. Дуни Рэппоу! О, мой бог, опять! Да, это вчерашний момент, 25%. Да, друзья, просто подгорел весь твитцер на основе игры Oldboy и вообще моментов с крысами, но это уже после обсуждения. И идти в World Championship, это будет отличный путь в эту сторону. Ну, тут, Орндж, извини, мы тебя любим, у тебя классная прическа, ты круто опаздываешь на самолет, но Павел — это Павел, поэтому мы будем болеть за своего. Есть такое дело, давай теперь отдельно по игрокам. Мы очень много хороших слов говорим в сторону Павла, это заслуженно, но мы незаслуженно обделили вниманием еще одного парня, и это на самом деле очень звездный игрок на этом чемпионате, и это Джейсон Джоу. Это топ-4 прошлого Близкона, который может вновь попасть на Близкон. Да, безусловно, Паша — чемпион мира, который вновь может квалифицироваться, но Джейсона Джоу, ну, правда, незаслуженно обделили вниманием. Весь год он проходит на чемпионаты. Я не знаю, как это происходит в Китае, но… Ты знаешь, почему мы его обычно вниманием-то обделяем, Михаил? Ну, мы возьмем это все, если сравнивать с Европой, то попасть на три чемпионата — это очень круто, это очень сильно. И топ-4 прошлого Близкона, который вновь весь следующий год потеет, и Джейсон Джоу играет и на Китае против Европы. Да, там он выступает плохо, помнишь? Он из группы не вышел. Да, он не выходит из группы, он там плохо играет. Но Джейсон Джоу и на сезоне Старладера играет, и доходит почти до выхода с плей-оффа. Мы забыли, мы забыли. Михаил, ты правда хочешь поговорить об этом? Мы не видим, как он выходит дальше. Значит, не выходит. Мы просто вспоминаем о том, что он почти дошел до стадии плей-оффа. Ну и, друзья, вот весьма любопытная статистика по показателям, как выступает тот или иной игрок. И у Тома мы видим 75%. И, друзья, что хотелось бы отметить, вот очень важно, я сидел выписывал до начала матча, это 6 выигранных каток подряд от Тома. 6 выигранных поединков. Он залил первые две партии, и после… Но гуйдану, к слову, и дальше выиграл 6 подряд. Это очень крутой показатель, короче, крутой результат. Да, ну и на последнем месте пока что Oldboy. У него вообще отрицательный винрейт. И, Игорь, вещай. Друзья, да, вчера сыграл он, откровенно говоря, не лучшим образом. Картошечка также негодовал в Твиттере на тему того, что, действительно, это совершенно другой игрок. Совсем с другим игроком. Мы готовились, да, по факту. Приехал, и нервы, нервы, еще раз нервы, делают с людьми страшные вещи. Мы видим, что Oldboy волнуется, мы видим, что он, откровенно говоря, не доигрывает. И сегодня мы ждем от него другой игры. Нужно понять, что ты уже крут, ты дошел далеко, тебе везет. Надо просто дотянуться до этой удачи и забрать свой слот. Будем надеяться, но волнения сегодня будет еще больше. Почему я не готов делать ставку на Oldboy? Почему я все-таки поставлю на его оппонента? При том, что я изначально завел паки на Oldboy. Я, правда, очень болею за этого партия. Надежда. Где-то в душе. Но вчерашняя игра показала, что Oldboy не прошел стресс-тест. Не скилл-тест, а именно стресс-тест. Все, вчера игра. Вторая, третья. Он сыпется, он не видит очевидные решения. И там не то, что один-два мисплея, там прям серия. Грида. Действительно было такое. Там игру на Варе можно разбирать, просто по кускам рубить Oldboy. Будем надеяться, что он сегодня соберется. Если волнение будет побеждено, то я думаю, что Oldboy сможет и выиграть свою игру. Зачем нам показывают Фродена и Тома? Что за сравнение двух игроков? Что началось, ребята? Что происходит? Колечко на память, колечко. Братья-близнецы, друзья, вот они и нашли друг друга. Родители очень долго скрывали от Фродена и Тома то, что они на самом деле... Не хочу я говорить, просто близнецы. Близнецы, да. Близнецы? Какие? Близнецы. Однояйца. Вот Михаил сказал, Михаил молодец, Михаил красавчик. Аплодисменты, аплодисменты Михаилу Лебедь. Что ж, вчера бесконечно троллили Фродена на эту тему. И сегодня, я чувствую, продолжается. Это продакшн жжет, продакшн неистово лютует. Очень хочу верить, что у олдбоя есть этот второй шанс, и он им воспользуется. Он не готов, откровенно говоря, ни морально, ни насколько мы видим, возможно, не наиграл он достаточных игр на этом энзотвойне. Определенно Джейсон Джоу фаворит. Но вера, надежда, это то, что есть у каждого из игроков, и то, что может помочь им затащить. Конечно, Джейсон больше достоин выйти на BlizzCon на чемпионат мира этого года. Согласен. Павел Оранж, на самом деле, очень будет жесткое противостояние, при том, что... Ну, то есть, о Павле мы уже много погрели, я думаю, что на эту тему можно пока умолчать. Оранж. Тот человек, которого мы как-то тоже обделили вниманием, но на самом деле, если посмотреть его карьеру в этом году, Оранж куда-то пропал в 2016 году, в 2017 он попадает в Team Alliance и начинает классно играть. Вот, буквально, сколько, два месяца назад он DreamHack выиграл. Когда был DreamHack? В августе? Денвер. DreamHack Denver, насколько я помню. Август или конец июля где-то? По-моему, это вообще лето было. DreamHack Summer. Август и июль — это лето. Да, да, да. Я просто не помню точно, какой именно из DreamHack'ов, потому как их семь в этом году, и всё не уследишь, всё не упомнишь. Ну, в общем, в любом случае, то есть, не так давно он выигрывает DreamHack. Это годно. И Омега-Зира передает привет своему охотнику. Очень здорово идёт эта колода. Друид — одиннадцать три, Рога — девятнадцать двадцать. Жрец вышел пятьдесят на пятьдесят, и четыре колоды с плюсовым винрайтом. Это Шаман, Воин, Маг и Паладос. Да, Разбойница, откровенно говоря, заливает катки, как в былые времена делал тот же Темпо Войн, друзья. Но Темпо Колоды — они весьма зависимы. И, откровенно говоря, Шаман действительно в умелых руках показывает себя хорошо. При условии того, что мы видим разные сборки, которые играют. Ну и Паладин. Вот на что хочу обратить внимание. Да, мы видели Агро Паладина. Мы видели Контроль Паладина от Амикса, который здорово играет. И есть один Мурлок Паладин. И вообще, я считаю, что многие недооценивают именно этот класс в рамках соревнований. Почему, объясню? Ты про Шамана. Про Паладина. Именно. Потому как тот же Мурлок Паладин играет весьма неплохо. Если мы возьмем на дистанции, объясню, триньте серию. Там высочайший процент побед именно на Паладосе. И Паладоса очень часто банят. Есть. В этом турнире мы видим, что Паладин также является классом, который имеет максимальный винрейт. Да, это разные Паладины. Не будем говорить. Но я хочу просто отметить момент, что к нему стоит присматриваться. И это действительно годный класс, о котором не стоит забывать, не стоит списывать его со счетов. Несмотря на все незачеты и минусы. Есть такое дело. Есть такое дело. Спору нет. А вот класс, который недооценен, скажем так, по праву. Вернее даже, возможно, кем-то переоценен, как, к примеру, Омега-Зир. Это Хантер. Ханты, которые вообще не играют ни в каких лайнапах. Вот серьезно. Так как сейчас помогаю столько готовиться к ВЭСГу, я пересмотрел все топовые ВЭСГи. Я пересмотрел топ-8 лайнапы. Ни в одном нет Ханта. Не то, что в одном регионе. Я пересмотрел порядка сорока лайнапов. Ни одного Ханта. Вообще. А это та же темпа колода. Только хуже еще получается, да? Если ты не находишь старт, ты проигрываешь. Ханты на тестах проигрывают агре. Ханты на тестах не вытягивают контроль. Ханты на тестах не вытягивают мид-колоду. Они проигрывают всем. Вообще вот просто нет матчапа, где я бы сказал, что Хан стопроцентный фаворит. Даже с контроль воином, с которым раньше был в фаворе, сейчас инзот вар разрывает Ханта. Это просто, когда ты играешь на инзот варе, ты такой, о, Хантишка, привет, Изи. Даже с учетом голдфиша, если твоему противнику также зайдет голдфиш, ты не вытянешь. Друзья, это реальность, это то, что мы видим. И отмечаем статистику еще раз. 1-5 от Omega Zero. Тот Хант, которого банили. Если бы он сыграл против Орэнджа, возможно, там вообще все поменялось бы в корне. Ну и вот как-то так, друзья. Посмотрим, конечно, что напишет Omega Zero и вообще Twitter Team Celestial. Потому как уже ребята грустят на тему того, что лишь один представитель Китая врывается в стадию плей-офф. Друзья, это три представителя Европы. Передаем привет Амиксу и служителю боли, который наверняка не дал ему сегодня уснуть. Это, насколько я понимаю, два представителя из Америки. Это Purple и Empanizado. И два представителя из APAC. Это Surrender и Tom. Вот так вот складываются у нас дела. В принципе, кто у нас может пройти, если брать по регионам? APAC, Америка, APAC, Америка, Китай, Европа, Европа, Европа. А вообще, вот, обрати внимание, да, у нас как складывается, что у нас в первых двух матчах APAC играет против Америки. То есть так, а дальше уже только Европа может выиграть Европу, да, вспоминая весенний чемпионат. Или Европа выиграет Китай. Да, или Европа выиграет Китай. Но вот так сложилось, насколько я помню, и весной. Только Европа выигрывала Европу, я имею в виду, не в рамках стадии там выбывания, да, а именно в рамках выживания. Я помню, я понимаю, о чем ты говоришь, помню это, ну, посмотрим, как у нас сложатся игры. Первая игра Tom против Purple. Я думаю, что можно прыгать, смотреть лайнапы и потихоньку разбирать эту игру. Еще момент. Давай, пока у нас есть пауза, пока мы не переключились непосредственно в игру. Я также отметил 6 камбэков, друзья. Ну, не камбэков, а 6 показателей с тремя партиями, выигранными подряд. Но у нас готовы уже игроки, и скажу я обязательно об этом чуть-чуть попозже. Том вот, кстати, просто красавчик. Он проиграл только 2 партии на Лгуидану. После этого он камбэкается со счетом 3-2. И после этого он выигрывает олдбоя со счетом 3-0. Это 6 выигранных каток подряд, это невероятно крутой результат. Есть такое дело. Ну что, давай я быстренько расскажу про лайнапы. Том, Джейд Друид, Розакус Прист. Третья колода, это у нас Хайлендер Маг. Четвертая колода, это Темпа Рога. У Перпла, Темпа Рога Джейд Друид, Шаман и Хайлендер Шрец. Лайнапы довольно-таки дефолтные в первых трех колодах. И вот четвертая колода оригинальная, что у одного, что у второго. Шаман, который не так часто встречается, Тим Бориа с Барсом и Керном. Против Хайлендера Мага. Интервью. Федераль Мага. Я хочу играть в то, что я хочу, чтобы я потеку, чтобы кто-то бегал. Я хочу быть готовым, и я хочу быть готовым. Анатолий Мага. Ономер он тратит на пензе. и у него есть финансовые турниры, поэтому он очень-очень сильный. Мой ультиматический цель в Январе, в «Верллзе», и это все, что я хочу достигнуть. У меня есть возможность в «Верллзе», это мне больше, потому что в последнюю разницу я бы хотела, я бы хотела бы победить трофею. В 2017 году, давайте попробуем. И это просто деньги в банке, если я опять квалифирую. Чем эта игра интересна? Давай. Тем, что даже если Том проигрывает... Аква заливает вторую квартиру просто на Тома сейчас. Даже если Том проигрывает, он все равно попадает на чемпионат мира. Почему так происходит, друзья? Потому что есть еще 4 игрока, которые попадают через Last Chance, то есть топ своего региона по поинтам, и Том топ-1 региона Азиатско-Тихоокеанского по очкам. Соответственно, даже если он проигрывает эту игру, он все равно попадает на чемпионат мира. Перплу нужно потеть для того, чтобы пройти, а Том может такой гадом не плевать. Да, он так и говорит в интервью, что мне, ну, я чувствую себя максимально комфортно, потому что, ну, пройду я, не пройду, да, я зато пофармлю денег, пофармлю паков, да, ворвусь на, возможно, получу даже титул чемпиона летнего чемпионата, но у меня все хорошо, у меня там все по поинтам здорово, все просчитано, и он вот тот спринтер, который врывается на последней 100-метровке вот вперед, на последнем каком-то круге. Ну и посмотрим. От Тома уже привычный бан Хайлендер Преста, он не боится играть против Джей Друида, у него это хорошо получалось и на Жреце, и на Роге, и на Маге. А вот Перпл забанил привычно уже для этого чемпионата Джей Друида и будет играть против темпа Роги Хайлендер Мага и Хайлендер Жреца. С чего будем открываться? Мне точно не нравится вариант от Тома открываться с Преста, я боюсь, что эта кауда будет очень уязвима, я бы и с Магой не открывался. Я вот ставлю или Зеркало Рог, или Рога... Я думаю, Друид от Перпла пойдет. Ну да, не открывается с Мага, как мы и говорили. You can change... Что, 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 что? Ребята о чем-то переписываются. Что-то там есть какие-то моменты, судя по всему, которые там не устраивают. Вот можно заставлять дискомфорт для Перпла. Но общаются, самое главное, да, есть какое-то общение. Непонятно, кстати, почему Фроден вообще без очков комментирует, неужели что-то случилось там. Но это ладно. Это, друзья, пустое. Это все не обсуждается. Сейчас самое главное — это игры. Игры этих людей, которые, ну, весьма судьбоносные для каждого из них. Что Перпл не может никак забыть этот невыход на чемпионат мира, да, и поражение Пин Пин Хо. И Том, который также очень давно не был у нас на самом чемпионате мира. И вообще как-то это такой привет из прошлого. Потому как, на секундочку, у нас Павел Оранж, Перпл, Сурендер, Том. Это какое количество просто самых лакерков, в кавычках, которые ворвались в эту стадию и сейчас готовятся выйти на чемпионат мира. Ну что ж, давай смотреть. Привычное нам уже противостояние жреца против Друида. Но нет разгона у Друида. Это огромный минус для американского игрока. Ну а тут добор. Вот тебе на второй, на третий, на четвертый. У тебя все очень классно. Но при этом нет ни Раза, ни Казакуса, ни, в свою очередь, Андуина Темного. И в Твиттере вот вчера, да, разгорелась нешуточная борьба по поводу того, что стоит оставлять даже Сверкорень в стартовой руке. Потому как он тебе дает именно классовые карты твоего оппонента в зеркале жрецов. В зеркале, конечно. Сверкорень остается безусловно. И это дает тебе весьма неплохой шанс именно пойти найти ту самую карту Разу или ДК. Служитель боли. Блокирует тем самым духа на четвертый ход. Том. Мы-то видим, что этого духа нет, но для Тома этот ход логичен. Плюс не может сейчас уйти в разгон Purple с помощью нефритового цветка, что опять-таки в плюс для Тома, если вот нефритовый цветок был стоп-дека. Что делать? Надо отдавать или гнев, или размах. Одну из этих картонок. Так, ну что ж. И все-таки уходит гнев. Все-таки гнев влетает и идол. Идол на единичку. Идол десятки у нас пока нет. Замешивать нам нечего. Да и смысла в этом нет никакого. Все это будет позже. Пока просто разгоняемся. Очень надеемся на то, что там нет ДК и нет Раза. И на самом деле все так и есть. Так. Четыре кристалломана в доступе. Инженер Новичек может выйти, может выйти сверхкорень. Можно сыграть и одного, и второго с помощью монеты. Но я бы не хотел отдавать монету, тем более с лирой в руках. Не монета точно против друида. Использовать монету в темп это просто смерти подобно. В результате у нас сверхкорень появляется на игровой доске. И что мы забираем? Кун, забытый король. По-моему не играет Purple через куна. Играет через ползучую чуму. Давай глянем на всякий случай. Он как сборок, друзья. Друида огромное количество. И в меньшей степени они зависят от этих технических карт. Так, показывают нам, как прошел Purple. Дважды выехал на Уя и проиграл Джейсон Джоу. Ну, замечательно. Вестник Рока перед шестым ходом. Чего еще желать? Ну, а у Тома как-то вообще все изи было. А почему не Вестник? То есть понимаешь, что ушел свайп, понимаешь, что ушел гнев и будешь пытаться играть через лиру. Это тоже довольно красивый ход. И получаешь сайленс под Аю. Слушай, а как забирать вот эту гадость? Слушай, красавчик Том, откровенно говоря. Вот у Тома огромные стальные купола. Я это уже заметил не в первый раз. Он играет очень агрессивно. И порой делает решения, которые, знаешь, нетривиальные, кажутся даже в какой-то степени нелогичными, но оказываются плюсовыми однозначно. Ну и что далее? Хорошо, сейчас мы обезмолвили Аю и черную лапу. Ну, в смысле, а даем ШВД. Что будем дополнять? Бьем, хилим лиру. Да все вообще великолепно. Инженер новичок. Инженер новичок. Плетка. Плетка не то пока. Да ну, ШВД, по-моему, связующее исцеление. Почему нет? Вестник. Вот так. О как. То есть слово тьмы смерть все-таки хочет Том оставить. Ну, чем это можно оправдать? У тебя нет ни разы ни андуина. Если бы это было, я еще могу понять там, да, тогда отдачу. Но сейчас, если вдруг джейды раскачаются, а где-то все это будет лежать на дне. То есть я уже не в первый раз замечаю, что некоторые игроки готовятся к худшему. К худшему развитию ситуации. И оставляют вот именно ШВД на будущее. На глубокий лейт. Интересно все-таки, почему он так не сыграл. Ну, это один из своих вин кондишенов. Лиру не забирает. А как заберет противник Лиру на девятый ход? Погоди. Четыре, пять. Десятка карт в руках. Ну, это единственное логичное объяснение. Если ты играешь два спала, ты дробаешь две карты из Лиры. Инженерным очком тоже дробаешь карту. И ты рискуешь, что у тебя сгорит раз или ДК. Если у тебя сгорает раз или ДК, ты проиграл игру. Ну, смотри, какая темпа Вилен еще появляется. Я думаю, что с расчетом на это не отдавал сейчас Том. Ну, это хоть какое-то объяснение. Дерзко и нагло играет Том. Откровенно говоря, ну, вот если Вилен улетит просто с этой игровой доски, и у Тома будут нереальные проблемы уже с окончанием этой партии. Да, я вижу, что у нас зрители то же самое пишут в чате. Что интересного есть в этой колоде у Перпла и его друиды? Есть один Сайланс, он же не в этой, а один Краб. Пам-пам-пам. Ты видишь, что не прочитал чат. Понятно, понятно, друзья. Только вашими молитвами и комментируем. Так, приходит ДК. Дракон легко умирает. А может, в начале обилку? Да, хотя без разницы. Так, так, хил на 4. Но тут стил есть карты в руке. Да, есть свободные слоты. Мы забираем. Охо-хо-хо! Пойдет! Нормальная команда! Неплохо катает Том. Пойдет. О боже, серьезно? Это приходит все тебе на 9-й ход? А ты можешь сыграть? Единственная проблема. Верен на что, ты ДК не можешь поставить. Десять. Нет, а ты не можешь сыграть комбинацию, да? Ты сожжешь себе карту. Да, комбинацию ты не можешь сыграть. Лол. Но это, конечно, забавно. Так, ну что делаем тогда? Хил Велена. Чума. Не хочет через чуму играть. То есть будет пытаться давить столом Том вообще? Ну, он так и решил. Разменивать и потом Хилть Велена, чтобы вновь возвращать ему 7 хп против Джейда 4-4. Заставлять своего оппонента отдавать сюда и десятку, и существо на столе, то есть у нас нефрита. Ну, ты знаешь, если честно, конечно, я верю Тому, но все это попахивает легкой авантюрой. Могу, конечно, я ошибаться. Он играет в темп против Друида, он не дает себя давить. Ну, вот если внезапно, а такое часто случается, у жреца закончатся существа, темп просто загнется и до свидания. Ну, если зайдет раза. А если нет? Ну, такое бывает. Ну, что поделать? Жизнь печальная штука. ГГ, ВЦГ, друзья, сразу же. Ну, серьезно, легкая авантюра, конечно, присутствует. Смотрит Purple за... Вот тебе и разом. Ну, я все понял, Михаил. Все, я вопрос... Какие вообще вопросы? Это Том бахает. Все, все отлично, все понятно. Фендрал и Дар Природы, и, по-моему, даже вопросов не было о том, зайдет ему раза, не зайдет комбайта. Просто фантастика. Но мы отдали Андуина. Ой, не Андуина, мы отдали Велина и Майндбласт. Что важно. Какое количество тут по броне уйти есть у Purple в принципе? А нет возможности уйти по броне? Никак. Вообще. Ну, Фендрал, на этом все. То есть у тебя, ну, имеется в виду ДК, да? Малфорион пагубный, и все. И две десятки. ДК, все. Больше нет возможности тебе никак уйти, кроме формы. Тогда это еще более оправдано для Тома. Нику на нет, ничего. Ну, и что ты сейчас будешь делать? Играть ДК и ставить Вестника Рока? Ну, это бесполезный ход. Там стопроцентно есть сайленс или есть, я знаю, слово тьмы, боль. Миллиард ресурсов просто на руках. И разобраться ты с этими двумя существами также не можешь, которые будут продолжать тебе давить. Да, это патовая ситуация для Purple, и действительно, тут просто Том показывает нам новый уровень исполнения. Ну, и сейчас еще ко всему этому подъезжает ДК. ДК, обилка в Вестника Рока, удар по нему Финдралом, удар по нему Жрецом. Ну, отлично сфоровал. Ну, согласись. Это просто потрясающе. Вот, честно, Финдрал плюс Дар Перероды, я не знаю, может быть что-то лучше для Жреца вообще? Причем даже отдает сайленс для того, чтобы пробить сейчас еще в лицо. Максимальный тамп выбирает. Да, просто максимальный поход фейс. И на следующий у нас раза. Есть зачистка в виде зелия драконьего огня, есть плага, которая в случае чего сдержит стол оппонента, потому что друиду проходить через там 4-5 существ 1-5 почти нереально. Ну, это вообще грусть, печаль, беда. Да-да-да. И я думаю, что замешивание тут и не будет пахнуть. Нет, все равно замешивает. Десять. Я был уверен, что он будет выставлять для того, чтобы хоть какой-то темп сохранить. Ну и смотри-ка, есть десятка. С руки урона. Ставим разу. И понеслась. Все в лицо. В лицо. Лицо гейминг, да, с темными видениями тут еще приобретают новый смысл. Ну, я думаю, что у Тома не будет знаменитых минус 2, которые обычно пропускают. Естественно. Тут все на автомате происходит. ШВП. Хорошо. И ШВП первым улетает. Друзья, это еще шестерка в лицо, которая прямо сейчас заходит как к себе домой. И Перпл не вернется в этой партии. Это неплохо сыгранно. Это просто никак. Ну, это не комбетчится. Перпл может звонить в комбетч, но, конечно, ему там никто не ответит. Жесть. Просто жесть. 4 единицы здоровья остаются у Джей Друида. 8 карт у жреца в колоде. Где это видно? Алло, это комбетчная, говорите. Кто это? Это Перпл. Пи-пи-пи-пи-пи. Знаешь, просто короткие гудки пошли. Ну, что с этим делать? Я не знаю вообще. Михаил, что это? Знаешь? У жреца 8 карт в колоде. И только сейчас Перпл еще пятерку добирает. В первой игре Том решил, знаешь, вот не просто выигрывать, а прям своего оппонента унизить. Унизить мораль. Правда, это просто избиение. Да, друзья. Нет летал. Так, ну что ж, неплохо сыграно. Летал, летал. Пигмлицо, драгонфайр поушен, тална слетал. Можно через таунт убивать все равно. Ты летал не видишь, что ли? Да, не видит летал. А был летал, смотри. Играем драгонфайр поушен. Играем два в лицо, еще два в лицо. Удар обжорой в лицо на три. Талнас добивает нашего оппонента. Да, да. И Том понял, что он мисс летал. Организовал себе. Но это уже в любом случае не так важно. Но все равно от Тома неприятно видеть мисс летал. Согласись. Две десятки вышло. Сгорает Идол, к слову. Да, ну, понятное дело, он замешан. Да, неприятно. Но как бы это ни похоронило его. И так он очень здорово начал. Очень здорово темпанул. И Перпл все понимает. Он использовал все возможности для своей брони. И, мол, Френа нашел и двух. Две десятки разыграл. Ну, классное выступление. Это седьмая победа подряд от Тома на летнем чемпионате. И Перпл, по-моему, понял, что что-то как-то все не круто. Уже на первой партии, а не проигрывая 2-0. Да, потому что первая партия была жесткая. Просто его отшлепал, как мальчонку. Ну, можно и так сказать. Отшлепал. У меня, правда, есть другие синонимы, но они не для эфира. Но они для чата, друзья. Поэтому давайте, давайте. Просыпаемся и пишем все то, что вы думаете об этой партии. Если честно, ну, вот не часто видим мы подобное. Чтобы так жестко Жрец убивал Джей Друида. Да-да-да. Перпл. В шоке. Ох уж эти эмоции Перпла на лице. Вернее всего, когда он увидел комбу с Нуришем. Очень впечатлительный молодой человек. Ну, а что вот, давай пофантазируем. Десятка, может быть, лучше только у Жреца? Или даже на сколько она? И то не факт. Потому как ты сам жжешь себе карты, если у тебя их достаточно большое количество. Поэтому это даже комбинация в целом. А верни нам лейнапы. Пожалуйста. Наши лица, это, конечно, прекрасно, но вот лучше посмотреть на то, что остается. Ну, смотри. В бане у нас был товарищ Прист. То есть у тебя есть Друль, Рога и Шам. Я думаю, что останется на Друиде Перпл. Я тоже думаю, что на Друиде останется. Кто против Друля лучше, по-твоему, сыграет? Я думаю, что даже Маг сейчас будет забираться. Маг или Рога. Ну, само собой, да, больше ничего не осталось. Но в целом оба класса сыграют весьма неплохо с Друидом. Я думаю, что Маг будет забирать. Что скажешь? Маг будем все-таки забирать. Думаю, что да. Именно из-за отсутствия вменяемой брони. Либо... Слушай, а может заберем Рогу, чтобы не попадать потом Рога-Шам? И оставим три попытки для Мага. И это будут для него очень классные колоды. Маг потрясающе играет с Шаманом. Маг потрясающе играет с Рогой. Джей Друидом, ну, то есть там, да, если даже зальем, то зальем. Так, а вообще, давай, знаешь, что я хочу посмотреть. У нас, к слову, да, вот говорил о камбэках. Целых три камбэка было в группе А. Это Нолгуйдан против Тома. Где Том камбэкнул как раз-таки со счета 2-0. Это, ну, не камбэк, а три показателя с тремя выигранными партиями подряд. Том против Олдбоя и Олдбой против Нолгуйдана. И вот как открывается обычно, у нас все это есть, друзья, на сайте, в официальном батлнете. Как открывается, продолжает Том. Жрец, Разбойник, Маг. Ну, нет, тут отличается. Восемь раз за свою игровую карьеру заканчивал в топ-10. Это очень крутой результат. Это просто невероятно крутой результат. Я думаю, что да, ты прав. И Разбойница именно следующим придет. Ладно, друзья, еще пока минутка. Какие еще камбэки были? Было всего шесть эпичных противостояний, когда один из игроков выигрывал три раза подряд. Помимо вышеупомянутых трех встреч в группе А, в группе Б был один камбэк. От Уе против Амикса, который пропустил Акалита в свое лицо. И Перпл против Уе, когда Перпл вернулся также три игры подряд. Ну и в группе С камбэков не было. И вообще вот таких эпичных встреч Павел против Эмпанизада выиграл также три подряд, проигрывая 1-0 по счету, походу. Ну что ж, смотрим далее, что там будет еще хорошего. Слушай, ну будем смотреть, как сейчас будет развиваться у нас игра. Но я все-таки сделаю ставку на то, что мы увидим Рогу против все того же Джейд Друида. Это, как помню, будет правильный пик от Тома. Хотя, ну тут уже такой уровень игры, и пошли такие попытки прочитать друг друга, что на самом деле угадать со стороны это почти нереально, что крутится в голове у ребят. Сейчас там могут пойти входы просто рандоморги, чтобы тебе невозможно было прочитать. Но как бы логично брать Рогу у нее просто выше будет винрейт, чем у мага против оставшихся колод. И, соответственно, логично со стороны Перпла не подставляться и брать все того же Джейд Друида, который хорош против всех. Так и есть, и действительно мы видели не раз уже Джейд Друида в бане в рамках этого противостояния, да и в других турнирах постоянно Джейд Друид просто не вылезает из бани. Да, там есть минус пару ходов, то есть Озарение все-таки сыграло свою роль весьма ключевую, но при всем при этом это старый Джейд Друид, который никуда не ушел, который является королем ладдера и тир-один колодой. Поэтому, друзья, ждем и как вообще сложится эта встреча. Определенно у Перпла большие проблемы, есть в нем вот некоторое волнение, есть в нем импульсивность, то есть мы это все видим, это все на лице отображается и противники могут пользоваться подобным. До этого момента это все равно не мешало Перплу выигрывать турниры, не мешало проходить на крупные чемпионаты, посмотрим, помешает ли тут. Да, вот нам показывают главного болельщика Тома, это именно Аква, друзья. Показывают нам, что у Сурендера 73 очка. И показывают и говорят о том, что заработает он еще 8 в случае, если он не выйдет на чемпионат мира. Итого этого недостаточно. Нет, это недостаточно, да. А если он, соответственно, побеждает и набирает больше очков, то ему эти очки уже и не нужны для того, чтобы бороться за лосков. Слушай, я по поводу Аква, откровенно говоря, не уверен. Вот скажу тебе по правде, потому как я помню те чемпионаты, которые мы проводили напрямую и весной, и летом, и Аква показывал себя плохо. Ну, поживем, увидим. Слушай, ну, на самом деле тут непонятно, как он подготовится к чемпионату мира, потому что есть тоже яркий пример, там, того же, вспомни, Ход Мяута. Ход Мяут, который вообще бездарно отыграл на летнем чемпионате, ну, просто отвратительная была игра, и, ну, это было смешно смотреть, там, мисплей были не то, что, там, один за игру, там, каждый ход были мисплеи, и потом к Близзкону он просто сидел, и два месяца его все пинали, заставляли готовиться, и он за два месяца, ну, поднял свой уровень игры до невероятного уровня. Ну, и там напортачил, но это уже другая история. ...отоп-поинтер, и в каждом регионе, в каждом регионе, в частности, в Киеве, они не уже квалифицированы. Никто не может подняться мне, поэтому я буду в Киеве в Киеве, в любом виде, в любом виде, в любом виде, в любом виде. Да, конечно, это сегодня... ...все я научился как «Ласт Кал» работал, я работал очень трудно, чтобы быть первым в Киеве. Это не было легко, чтобы получать эти точки, но это было бы очень хорошо, чтобы попытаться сделать worlds. Но я очень люблю «ТАБИ». Но я люблю играть в соревнованиях, и это у нас очень большая праздник. Также я смогу победить другую место в мире, поэтому я действительно хочу играть как я могу. Мой игрокам в последний раз очень хочу я признать здесь, потому что они смогут выйти в мире. Я буду подходить к игре как я всегда делаю. Ну и вот то, о чём мы говорили, то самое тревьёное. Сумеет ли Фродден выиграть у Перпла? Как думаешь? Фродден у Перпла? Изи. А вот Том? Ну, а ты уверен, что это играет Том, а не Фродден? То есть думаешь, они поменялись местами? Ты просто пиджаками поменялись, и дальше фиг их отличишь. Близнецы, да, они могут. Смотри-ка, Перпл свапает, класс. Ну, это то, о чём мы говорили. То есть маг, который всегда остаётся напоследок, сейчас берётся вторым пиком, а Перпл забирает руку, которая выглядит, ну, нелогичнее всего. Ребята пытаются максимально запутать друг друга, сделать самый каверзный пик для того, чтобы не быть прочитанным. И рука для Перпла очень классная. Есть всё, по-моему, на кривой, возможно, даже останется вся рука. Всё, что нужно, уже имеется. Для Тома рука не такая бодрая. Есть доборная, так будет медленно против такого захода дороги. Да, служитель боли это есть хорошо. Ну и что же, огневичок первым появляется на игровой доске, и дальше пропуск хода. Вторым пойдёт Келесет. Нужен Шэдоу Степ, чтобы выставить его заново. Но насколько сильно вообще играет Шаг Сквозь Тень, конечно, это вопрос. Возможно, даже стоит больше задуматься о том, чтобы Шаг Сквозь Тень оставлять под другие карты. Под того же Злолиста. Так, служитель боли. Нужна хоть какая-то массовая зачистка. Грустная рука для Тома, и пока всё складывается не в его пользу. Но мы знаем, какие игры Том умеет комбетчить. Вот карта, которая может ему в этом помочь. Это Казаку с зельем на 5 с зачисткой. Поехали смотреть. Хороший вариант. Ищем Ауэ на 4 зелья за 5 точечный урон. 5 точечного, 4 по всем. И не находим. Нет, он забрал, похоже, 7 брони и 5 точечного урона. Не находит массовую зачистку. Причём хочется обратить внимание, что ищет именно нужные карты. То есть он не забирает какие-то такие полумеры, полурешения. В первом выборе был урон на 5 единиц. Он забрал демона вообще, смотри. Да, он будет пытаться обратить за стол. Воу-воу-воу. Демон сильнее брони и 5 точечного. Ну, видишь, он искал 4 по всем плюс демона 5-5. Это полный перехват стола. Показатель крутой. Ну и что, размениваем здесь Маказакуса. Отдаём мелочёвку. Или не отдаём. Ну, тут Перплоу надо задуматься, конечно. Всё-таки, да, уходит. Нужно отдавать, чтобы так легко не забирали. Просто Спинга существо, которое получит про баф. Бризет хорош только на следующий. Капитан Южных морей погибает. Появляется демон. Но это всё зелье. Я думаю, устраивает такой исход Перпла. Проблема в том, что не сыграть сейчас ход через Капитана и Матроса. Тебе нужно схватить даггеров Мастера. И тогда, соответственно, можно сыграть только Матроса. Но это слабый ход. Найдёт ли лучший вариант Перпла? Можно вообще сыграть в ману. И просто поставить ещё одного кобальтового губителя. А может поставим просто стенку и возьмём оружие? Провокация. Пушка. Обыгрывает Метеор. Всё чётко. Глазастик посередине. Purple не ошибается в этом случае. 12 дней на здоровье. Оставляет Тому. И хороший пробав. Близзард. Близзард. Или пока рано. Близзард. 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 И мы бьёмся в Смоленого Стража, да? Или даже не бьёмся. Наверное, всё-таки даже ударяемся. Есть ли тут какая-то зачистка получше? Огненный шар плюс способность героя. И мы оставляем одного лишь Глазастика. Ледяная стрела в Глазастика и мы оставляем провокацию на столе. Вот такое решение от Тома. Не ударяемся даже. Да, максимум урона просто убираем. Кровожадный Злолист хорошо бы сейчас зашёл, но это не он. Но есть второй Кобальтовый Губитель. Отлетал. Неплохо сыграно. Ну, как-то лёгкая для Перпла в ответ. А вообще, вот, знаешь, хочется сказать, что как-то темп-то возрос. Слушай, нас ловил на пике. Перпл красавчик. Вот эта трёхминутная пауза пошла именно американцу на пользу. Сыграл на руку ему пик Роги. Он подловил мага. И смотри-ка, уже играют оба достаточно жёстко. Что один, что второй не дают вообще никаких шансов. Да, и мораль пока очень на высокой планке у одного и второго игрока. Ну и что? Хайлендер маг плюс темпа Рога против Джейд Друида и Шамана. Интересная колода от Тома. В том числе маг. Нестандартная, нетривиальная дека. Ну и от Перпла тоже Шаман. Очень оригинальный. Барнс, Керн. Давно не видел этих карт в Шаманах. Да Барнс вообще какое-то время просто пропал из виду. Появились дренейкаторжники больше, да? Интервьюшка с Перпла. Мой любимый турнир. Мой любимый турнир. Я имею в виду... Я сказал, что я хорошо в Харстоне. Ну, я не думаю, что я так хорошо. Я в Харстоне. Я 26. Я убежал. Я в Харстоне. В 2015 Чемпионате. Это был нескольких лучших игр в мире. Безусловно. И... Сохнулся в игру. Я купил ступидные деки, и я потерял. О, Боже! О, Боже! Это все! Пингпингхо будет победить 3-1 против Америки. Доктор Биндрева, Мудрости, Крошер. Эхо, Лакир, красиво. Пингпингхо будет победителем. Это абсолютно отличное игрок от Purple. Мой харстон карьер не будет конкретен. Пока я получу мою первую чемпионату. Я, наверное, буду оттуда. Я думаю... Это может быть мой последний игрок от World Championship. Живет так на легке. То есть... Очень, очень сильно не может забыть он ту встречу Пингпингхо. Я думаю, что снилась она ему не раз в кошмарах. Как он проиграл этим деком. Да и друзья наверняка потроллили. Может быть, в какой-то степени именно из-за этого он и выпал из обоймы на пару лет. Потому как игрок-то хороший. Но... Как он сам отмечает, готовиться он по-настоящему начал. Лишь несколько месяцев назад. И, как мы видим, плоды есть. Чуть ли не вся команда. Говорил я это ранее. Экс-Луминости Гейминг готовила его к этому противостоянию. Ну и показывали, когда был профайл Оранжа, что он готовился вместе с Пёрплом и Павлом. С Оранжем и Павлом. Да, да, да. Я говорю, когда показывали профайл Оранжа, то показывали, что он готовился с Пёрплом и Павлом. Да, да. Все четко. Так что... Ну, давай смотреть. На самом деле интересно. И тяжело предугадать, что будут выбирать ребята. Потому что мы уже видим, что от стандартных каких-то шаблонов пика они отошли. Соответственно... Ну, это просто... Попытка прочитать друг друга. Попытка пасть на выгодные матчапы. И это друид против мага. Я бы сказал, что это матчап опять в пользу Пёрпла. Что ж, маг есть. Хороший старт. Хороший старт для Пёрпла. То есть на пике Пёрпла тут заезжает посильнее. Ну, смотри-ка, в свою очередь остается здесь Джайна плюс Элекстраза. Это весьма здорово. Но вот пока никакого старта от Тома не замечено. Что тут по колоде этого казакус-мага? Он же Хайлендер-маг. Как величает его наши англоязычные коллеги. Там нет такой замечательной карты, как Барон Гидон. Но очень жаль. Зато есть прекрасная Солия. С Олью вообще не видели. Мы из зимнего чемпионата, да? Один из участников, по-моему, привозил. А после этого просто избавились все от этой карты. Ну, ушел Рено, ясное дело, да? И казакус-магов-то мы не видим вообще. Давно ли ты в ладдере встречал казакус-мага? Слушай, ну, на самом деле колода, которая встречается очень и очень редко. Ну, и сейчас, кстати, весьник Рока в ответ на спеллбрейкера. Почему нет? Ты блокируешь, нуришь. Доставляешь своего оппонента отдавать гнев или размах. Нет, будет выстрелить просто провокацию. Гнев-добор. Морозный Лич Джайна, друзья, для тех, кто не знает, что делает эта Декамага. Это за девять кристаллов маны. Барышня призывает на стол элементаря 3-6. И дальше все ваши элементари будут получать способность лайфстила. Ну, причем не влияет никакая немота на этих существ. Ты в любом случае что с ними не сделай, так или иначе они будут восстанавливать здоровье. Причем вообще любые элементари с вашей стороны. В том числе разнообразные пиросы и тому подобное. Очень крутая рука для Пёрпла. Просто очень. Просто помана кривой выставляется на ура. Спокойно держит Вестника Рока на потом. То есть хочет уже забрать жирный большой стол под Вестника Рока, например, вместе со Снежной Бурей. Ну а есть в этом логика. Смотри, разрушитель чар ушел. Соответственно, какая-то минимальная защита на Вестника и все. Безусловно. Ну и вот этот ход. Жаль, не на девятый ход. Для друида мы делаем подобное. Но потерять дракона это дорогого стоит для Пёрпла. Ну вот оно чудище, которое не может выйти на игровую доску. Это перехват инициативы. А дальше пойдет Медив. Монета Медив, конечно. Нужно быстро успевать. Я не думаю, что будет беречь под Лича. В смысла нет. Тут надо гонить. Я уверен, что Атьеш нужно хватать. Ох, Пёрпл недоволен. И твоя десятка уже выглядит не так круто. А что десятка это сделает? Как же катает Том? Ну просто край газом. И смотри-ка, я думаю, что не десятка, а именно через двух джейдопы. Конечно, конечно. Со вторым джейдом нужно играть через двух нефритов на стол. Очень жесткий темп, друзья, для обоих профессионалов. Это, я могу сказать, принципиальное противостояние. Ну что, Снежная Буря? Да. Или есть что пожестче? Добавить ничего нельзя. Какой-то шестой дроп. Антимагия. Тройка член Совета Темнолесия. Это хорошая тройка. Просто шикарно. По статам. Плюс еще и пробафы льются. То есть ты не можешь игнорировать это существо под Атьешем. Ну тут, я думаю, что страшновато теперь Пёрплу стала антимагия, которая контрит его десятку в виде тотального заражения. И вот тут, на самом деле, страшно. Потому что в колоде оппонента сколько секретов? По-моему, три. Три секрета, все верно. Антимагия, барьер и блок. Проверили. И тут Пёрпл активно просто занимается сейчас разведкой. То есть 50 на 50. Смотрит в глаза Тому, смотри. Айсблок или антимагия. Если ты даешь десятку в антимагию... Ты проиграл. Ты проиграл. Вероятнее всего. Смотри, Пёрпл не верит. Он смеется. Да нет. Говорит, да нет. Ну ты меня разыгрываешь, да? Да троллишь, троллишь. А Том все это время не смотрел как раз-таки на Пёрпла. В такие моменты все больше и больше Харстоун походит на покер. И... Размах! Поверил Пёрпл в антимагию? Как же они читают эту игру оба? Конец близок. Ну и... Два удара. Пойдет, пойдет. Так. Ну а теперь проблемы для Тома, потому что нужно забирать Вестника Рока. Это неприятно. Да, мы это можем сделать через проспам стола, понятное дело, но... Одного кристалла не хватает. Да. Смотри, сейчас ты мог поставить и Алекстразу, да, и книжку, например. И таким образом ты забирал, отдавал Бати Ежда и бог с ним, но ты перехватываешь стол очень жестко. Да, согласен с тобой. Курьер Кабала. Ищем. Ой-ой-ой-ой, смотри-ка, что приходит-то! Какая же это вероломство! Вероломство же, правильно? Какая-то жесть. Заклинание, которое позволяет забрать свое существо и забрать существо противника. Это одна из лучших карт вообще против Джейд Руида, которые могут быть. Учитывая, что у тебя мелочи на столе очень много. Или какой-то, ну... Слушай, а Метеор-то еще из книжки подъехал. Заметил? Да, да. Метеор же родной, он... Точнее, Метеор же не родной, это из книжки Метеор был? Да. Метеор из книжки. Чин Света Темнолесия погибает от тотального заражения. Остаются статы 2-2 и 5-5 на столе. Ну что ж, еще одну десятку будет разыгрывать Purple. А может Морозного Лича Джайну? Пойдет. Ну и вот теперь уже... Что-то как-то вопросы возникают по выживанию Purple в этом протестане. Это один ход с антимаги, он очень тут решил. Не смог сыграть десятку Purple. И теперь... Он отстает. Но попробуй сейчас вернуться с помощью Чумы и Вестника Рока, я думаю. Чума и Вестник Рока. А не медленно ли? Тебе как-то надо перехватывать. Ну это не зеркало Джей Друидов, тут как бы Вестник Рока легко забирают. Огненный Шар уходил. Ну все равно есть Метеоры, есть Хиксы. Уходил же Вестник Рока в этой партии? Да-да-да. Или нет-нет-нет. Уходил против Разбойницы, да, получается? Да, он в предыдущей игре уходил. Ну а будем пробовать играть через Вестника Рока. Есть. Это хороший ответ в виде Метеора. Это минус ресурсы определенно какие-то, да? Которые тебе нужно потратиться. И если вдруг улетит Метеор, тебя, я думаю, это устраивает. Да, конечно, Джей Дов ты не прокачаешь, но... А нужно ли нам цепляться за этот стол, Том? Хороший вопрос. То есть, да, так ты на стол призовешь какую-то шестерку. Может, Казакуса тогда разыграем? От Метеора. Казакуса и еще не десятку. Да. Звучит логично. Ну, я с тобой согласен. Нет смысла тут отдавать ресурсы вот в этот бесполезный стол. А с Казакуса... Нет, то он будет играть в Метеор. Если он играет в Казакуса, я думаю, он будет играть в Метеор. Я, честно... Плохое зелье. Что там? Превращение демона. Всех в овец. Ну, я имею в виду вторая составляющая, не лучшая. Демон 8.8 это неплохо, но можно было возродить трех существ. Это, конечно, было бы сильнее, учитывая, какие существа погибали у Тома. Но первая составляющая идеальная против Джей Друида. Это все существа превращаются в овечек. Это просто великолепно. В темп ты не сыграешь, скорее всего, это заклинание. Единственная проблема. И еще пять карт добирает Перпл. Это Цветок. Это Нуриш. Это Идол. К нему доезжает Размах. И второй Идол заканчивает эту вереницу карт. Одна карта сгорит. Ну, просто шикарно выглядит Близзард. И по мане, и призываешь еще одного элементаря добивая стенку. Ну, прям. Божественно. Божественно. Все складывается очень круто для Тома. Кстати, это Том говорил, что это его любимая карта? Не помнишь? Темная жрица в интервью. Ну, не про темную жрицу я вообще не помню, чтобы он говорил что-то. Не-не, кто-то... Александр, вспоминай. Кто вчера уже под утро говорил, что его любимая карта темная жрица? По-моему, как раз таки Том и говорил. Ну, вообще, мы посмотрели, по-моему, уже максимум интервью от Тома. Но, честно, не знаю. Друзья, давайте, кто помнит, может быть, действительно про темную жрицу скинемся. Не-не, точно не Павел говорил. Сгорел Слоник, друзья. Purple волнуется, друзья, когда он теребит подобным образом. А, точно, это Омега Зира говорил. Омега Зира. Не играл же под утро вчера, Том. Да, вы правы, друзья. Ну и что? 10 кристаллов маны. Стол утерян. Максимальный темп. Да, просто будем спамить джейдов. Это наша единственная попытка выиграть. Огненный шар. Что у нас по урону? Мы не можем играть Элик сразу в лицо и просто идти в фулл фейс. Нам нельзя так делать. 14 на не хватает пока. Десятка. Фулл фейс и десятка. А если рискнуть и поражать Петроглиф? Что тебе даст Петроглиф? Заморозку? Да. Если эту заморозку находишь, ты выиграл. Но если ты ее не находишь, то это такая боль, беда, печаль. Грусть, отчаяние. Нет, ну подожди, смотри. Петроглиф и фолиант есть еще. Можно тут дважды порандомить. Но из Петроглифа тебя устроит и Близзард, и конус холода, и кольцо холода. А тут только конус. Да, оттуда только. Нет, похоже, что будет играться десятка. Или? Да, до десятка. Да, до десятка. Уменьшил количество овечек на одну, и все-таки демон восемь восемь придет погулять. А джейдов-то нет больше. Плюс чудище сгорело. В смысле, еще в колоде они есть, но на руках их нет. Я понимаю, понимаешь. Воу-воу-воу, судя по всему, это будет очередная армия ползучая. Хороший ход от Пёрпла. Армия и размах. А Пёрпл-то сопротивляется. А Пёрпл-то кусается. И не будет все так просто для Тома в этой партии. А Тиеш уже потрачен. Элемов на столе нет. Да, и существа закончились. И существ у нас одна лишь Алекстраза. А там уже джейды каждый. Такого же размера, как твоя Алекстраза. И впереди Финдрал и Дар Природы. Инышар урон. И Фолиант. У нас в руках сейчас 17 урона, этого недостаточно. Нам нужно внести хоть какой-то дамаж со стола. Ну, Ядомант. Ядомант, это плохо. Ядомант, это плохо. Финдрал, Добор и Гнев. Одна карта еще остается в колоде. Он поставил бы идол. Друзья, он один идол замешал и поставил 3. Соответственно, вторая копия идола еще была в колоде. Отдаем одного из пауканов и идем в лицо. Ну и вот теперь с десяткой-то как-то не посоперничаешь ты особо. И в этой партии Purple смог перевернуть, несмотря на все то, что происходило. Есть такое дело. Что ж, невольная жертва, друзья. Выберите ваше существо, оно и случайное существо противника будут уничтожены. Поэтому карта бесполезна. Фолия и Фолиант. Открываем томик. Что там дадут почитать? Blizzard это хорошо. Хорош. Но боевой магией, кстати, тоже заезжает стрелы. Суперстрелы. Если они дадут хороший разлет. Ну тут очень мал процент. Самое главное для Purple это сейчас понять, что стол ты выиграл. Твоя задача теперь просто уйти по армору. Просто технически отыграть грамотно и все. Просто миллиард джейдов. Нафармил себе. Ну и... Парочку выставляет. Парочку. Пару-тройку. Пару-тройку. Еще замешивает. Далее в размен уходим даже. Да. Том понимает, что упустил время. Ну и барьер. Ну ничего тебя не спасает. Айсблока нет. Айсблока нет. Думает где ошибся возможно Том. Вот сейчас Айсблок бы. Чтобы сыграть Blizzard плюс Айсблок. Дальше Алекс фейс оппоненту. Ну ты по-любому должен играть Blizzard прямо сейчас. Ну это понятно. Что там по флеймстрайку кстати в колоде? Ну по-любому. Либо одно, либо другое придет даже если есть. Чтобы пройти эту мелочь. Ну поэтому... Да-да-да, он есть само собой. Малфарион пагубный. Семь существ на столе. Уходим по армору. Восемь брони добираем за один ход. Тридцать одна единица здоровья. И это Айсблок. Но это не помогает. Да, Айсблок опоздал на один ход. Для того, чтобы прокидывать все в лицо. Даже с Айсблоком мы видим, что с Малфарионом ты бы никак не добивал. И у Перпла остается одна колода. Это шаман. Перпл, в свою очередь, переиграл Тома дважды на пике. Перпл молодец. Разбушевался. И смотри-ка, Том начинает тильтовать. Немножечко. Ну, ты идешь весь турнир без поражений. 3-2, 3-0. А тут ты проигрываешь 1-2 впервые позади Том. Ну, нет, подожди, не впервые. Все-таки он проиграл 2-0 еще против Нолгуидана. Я имею в виду, может проиграть. Видим, как Сурендер раскликивается. АПМ? Как я слышал вчера, шутили. АПМ в Хардстоуне, это вообще самое главное. Как в Старике ребята раскликиваются. На инвокере раскидываешься. Тут вот раскликивается Сурендер. Крутит патронов быстро. Вот он, Близкон, друзья, который совсем скоро состоится. Не совсем понятно, что за активность будет по Хардстоуну. Не совсем понятно, что ты получишь за виртуальный билет, но вы держитесь. Золотая легендарка. А из турниров будет какой-то там чемпионат колледжа американских. Чемпионат штатов. Штатов, да, которые по ночам стримятся. Да, да, да. Но плюс ко всему еще какая-то активность должна быть. Инвитейшнл с матчем всех звезд и так далее. Не знаю, возможно даже арены какие-то будут. В общем, может быть все что угодно, друзья. Видим, как постепенно заполняется. Эти первые ряды. Барная стойка. Подключаются люди. Болеют еще. За кого? За кого? Что это за футбольный клуб? Непонятно. Ну, неважно. Не об этом речь. Сейчас берет Том небольшую палку. Потому что скорее бейсбольная команда, учитывая, что это Лос-Анджелес. Ну, да. В Америке-то бейсбол просто на пике. Футбол в меньшей степени. Или бейсбол, или какой-нибудь баскетбол. Или регби. Или регби, да. Или американский футбол, там. Хотя американский футбол нормально котируется. Не знаю, как у них точно это называется. Потому как это два разных вообще вида спорта. Американский футбол, регби. И хоккей. И хоккей, да. Это тоже другой вид спорта. Нормально. Но также популярен в Америке. Ваш капитан. Ну и все. Михаил. Да. Может, песню прямо сейчас? Не-е-е. Вы на кого, кстати, поставили в этой партии? На Тома. Хорошо. Подожди. Даже если сейчас выиграет Purple, то у меня будет возможность сравнять счет. Ты можешь просто спеть с песней авансом, и тебе это зачтется. В смысле, Игорь? Возможно, ты у нас будешь петь. Да нет. Я ж подал эту идею. Сейчас выигрывает Том. Потом выигрывает Джейсон Джоу. И ты как счастливый рождественский кроль. Кроль. Да. О, как. Давно ли вы видели счастливых рождественских кролей? О, Игорь. И где вы их видели? В духовке? Поверьте. По-моему, Greenpeace нами уже заинтересовался. С моей температуркой я много чего интересного пишу. Вот. Все нормально. Слизь в студии? Слизь? Нет. Она куда-то отошла. Все. Понял вас. Но была. Но кроль вон сидит. Вон видишь? Конечно. Зеленый такой. Санитары. Санитары. Он пытается дядя Пашу укусить за ногу. Ну, с учетом того, что ты видишь еще и дядя Пашу, это вообще божественно, Михаил. Дядя Паша всегда в нашем сердце. А где дядя Паша? Вот тут. На стол карта. Hearthstone. ERL. In Real Life Hearthstone PogChamp. Выглядит на самом деле очень забавно. Правда, там карты некоторые не соответствуют статами картам из компьютерной игры, но выглядит она неплохо. Ну, не все просто там, да? Все эти элементы ты не можешь чисто физически там в карточной игре воплотить. Хоть и жаль. Доктор Бум, ты метаешь там просто в лицо оппоненту. Бомбочки, еще как-нибудь. Просто оплеухи раздаешь. Подобным образом. Эмоциональный Перпл. Я чувствую себя. Я чувствую себя. Я оставил все это. Я очень экспрессивный. Это просто... Да, ты чувствуешь все в игре. Я чувствую себя в игре. Я чувствую себя в игре. Да. Перпл может в покер играть в шлеме, например. В шлеме. В шлеме. Да. Которые даже попросили в веер забрать от лица. Она веером сидела. Можно, говорит Александр. Но если Александр разрешает, то все, ребята. Все. В сварочной маске также предлагает поиграть. Тоже классно. Я предлагаю Александру покастить сварочные маски. Покастить сварочные маски. Плохо. Так. Или поварить лучше. Поварить. В сварочной маске. Да. Арканолог. Что интересного по колоде Перпла и по его сборкам? Один великан. Одна жажда крови. Один великан. Одна жажда крови. Один великан. Керн. Барнс. И только один тотем полиамурлоков. Вот один тотем полиамурлоков. Это очень оригинальное решение. Ну что. Зачистка есть у Тома. То есть изначально. Айсблок также поможет. Смоленой страж. Шикарное продолжение. То есть у Тома все божественно. Все ответы присутствуют. До седьмого кристалла мы. Сто процентов доживем. Наверняка с полным здоровьем. Но и вопрос. Сможем мы. Отконтрить вторую. Волну атаки. От шамана или нет. Ну и сейчас выйдет на стол краб. Против пирата. То тяжело придется Перплу. Потому что в руке нет ключевой комбы. Это доп или воль. Не доперегангской эволюции. Возможно как раз через способность. Монету будет отдавать. И тотем приливу маны. Надеется на то, что не сможет забрать. И пока мы видим, что... Да, все понятно. Ну Том играет в темп максимальный. Да, в ответ нефритовая молния. Тоже игра в темп. Или Баронс. Не, ну... Даже через Корсара будет отыгрывать. Да, вообще через статами языка пламени решил играть. Стат давай два токена. И еще пламенный лем. Второй Корсар приходит. Ой, замечательно. Тал на зеле драконьего огня. Это полная зачистка стола. Замешательно. Ну, давай подумаем. Это первое, что бросается в глаза. Давай подумаем, сможем ли мы как-то по-другому разобраться с этой игровой доской. Можно сыграть Крабика. Краб и... Фростболт. Или даже вообще сыграть полностью в темп. Сыграть Краб. И Смолиной. И Смолиной. Но тебя накажет за это инволюция. Инволюция. А их там две. Потому как были сборки на этом чемпионате с одной инволюцией, по-моему, Байзу. Если я не ошибаюсь. Ну что, маленький Керн. О, маленькая Ая пойдет. Маленькая Ая, да. Краб и Смолиной. Здорово отбивается тут Том. Да и Карликовая Ая. Очень хорошо смотрится. Знаешь, комбинация Эволюция и Дупальганстера сейчас бы похоронили Тома. Тут ни одного, ни второго нет. Зато есть Великан. Великан хороший. А ей идет лицо. Ну, Великан погибнет сейчас от Портала. Да, есть ответ. Есть ответ. От Портала Ли? Ну, мы же Метеор скорее. Не рановато ли отдаешь Метеор? Нет. Нет. Не рановато считает. Purple. Вернее, Том. Ну и нет Эволюции по-прежнему. Да, как-то не завезло, но это второй Тотем при Левомане. А зачистки-то заканчиваются. Ну, как бы они еще в колоде, ясное дело, в руке закончились. Инволюция. Инволюция. Вовремя. О, поехали. Медив хорош, только вот не слишком ли жадно. Ну, а почему нет? У тебя 25 единиц здоровья. Ты хочешь Портал сыграть? Угу. Чтобы не дать добора. Просто у тебя в колоде еще две АУЕшки. 15 карт, у тебя есть Айсблок, у тебя есть Фолиант. Ну, не Фолиант, у тебя есть Портал. Фолиант, понятное дело, что будет в последнюю очередь разыгрываться. Мне нравится Медив. Это жадное решение. Ну, тоже видишь, Том потянулся вначале за Портал, думал-думал и... Тоже решил играть именно через Медива. Не влитого молния. 4-4. Тотем, тотем Палеамурлоков. Так, пойдет. Ну и по зачисткам теперь вопросы. Так-так-так. Казакус. Это хорошая карта на потом, но нужно успеть ее сыграть. Хиллбот. Хиллбот здорово, это шикарные статы. Ухорошая Анаконда. Анаконда плохо. Анаконда не дает тебе ничего. Да, 5-3, очень слабая семерка. Строцвет тоже плохо. Была в руке Алекстраза. Па-па-па-па-пам. Забрать не можешь ты Анаконду и сейчас играть Дупльганстер Революцию как-то немного нелепо. Смотри, давай прожмем способность героя. Если приходит, не хочешь. Он хочет сыграть портал и комбинацию. Хочет сыграть портал, размен до паляющему Мурлоком Анаконды. Надеется, что в руке нет Алекса, только одна карта. И затем сыграет Дупльеволь. Но боится Зумрудной Королевы. Сейчас сначала мы выставляем Дупльганстеров, потом меняемся, потом... Ага. Даже так. О как. Не будем мы рандомить, просто бахнем Эволюцию и что получаем. Так, Валаш. 5-5 не самое сильное существо, но вот оставшиеся Мастер Скирама. 7-6, хорошо. Копательница. Копательница 3-1, да. Угу. Так, какие размены? Вот этот неприятный ход. Так. Смотри, я за то, чтобы играть точно Казакуса. Пятерку надо находить какую-то. Это не то. А вот это то? Ну вот, да. Четверка ОЕ, хорошо. Ну, а теперь полная зачистка. Теперь все здорово. Ну, размен сюда, размен сюда. Ну, так и чего думать? 5-3 в 7-6. 2-2 в 5-5. Или пытаешься как-то сохранить 6-6? Сохранить, да. Хочется хилбота зараженного. Ну, можно с удара Матиеша это сделать. Да, да, да. Тоже думаем, сколько риск мне это оставлять. Ага, даже с Олею мы разыгрываем. И воскрешение. Талнас плюс болтливая книга. Слабые существа. Шадоу кастер. Но, в любом случае, стол теперь за Томом. Ой, не топырь, боже ж ты мой. Топ. Суровое существо. Сколько там? 2-1 или 3-1, которое наносит двойку всем существам противника, после того, как погибает. 3-1, по-моему. Нет, 2-1, 2-1. Ледяной Лич Джайна. И это все. Да, Джайна нужно играть. Ледяной Лич Джайна. Размениваем тотем Каменного Кокся. И по результатам 3 карты в руке оппонента. И никак он не вернется на эту игровую доску. Ну что ж, друзья. В очередной раз очень плотная партия. Что тут не нарешает Том. Но уже инициатива потрачена. Мы-то видим, что вторых Дупльганстера и Эволюция нет. Торал также отсутствует. И, значит, минимум два хода для того, чтобы это все найти. Я не думаю, что Мак уже отпустит эту игру. А Эйч Фернелап – это здорово. Джейдэ – это тоже серьезно. Умбра. И Зообот. Зообот – популярная карта на арене. Ну что, расчистка. Игровой доски. Ну и, кстати, существа-то серьезные. И даже портал будем отдавать. Максимальный темп хочет вообще сейчас. Если ты оставляешь 2-1 на столе прихвостняка балла, то за это ты получишь пинг и элема 3-6. Он просто думает о том, что если ты разыгрываешь первый дроп, ты все равно с большой вероятностью получаешь существо с одной единицей здоровья. Ну смотри, 11 урона останется на столе после пинга. С Бладластом это плюс 9. Флэмстрайк не помогает сейчас никак. Не особо, да. Флэмстрайк не особо хорош. Заморозку бы. На заморозку можно найти. Только нового помогает. Одного кристалла не хватает, чтобы разыграть Вестника. Но плюс Ая и ее предсмертный хрип. Не будем забывать. Нового вообще шикарно выглядит. Интеллект Чародея и еще... Ох, интересный выбор. Ой, предложили тебе прям законтрить Бладласт после того, как ушло 2 нефритовых молнии и 2 портала. Предложили Аркейн Интеллект и Добор или Флэмстрайк. Выбирает все-таки Флэмстрайк. Слушай, ну не жадно ли забирать Флэмстрайк? Вот как ты думаешь? Ну решил именно так. Кажется, очень жадно. Ну согласись, все три карты были хороши. Да. И причем антимагия против Шамана, который уже отдал все заклинания и остался с одной картой, выглядит действительно очень круто. Ну а тут просто инволюция стопдека для Перпла. И в очередной раз должен он ее разыгрывать. Какой-то первый дроп, но если он разыгрывает, соответственно нужно будет трейдиться. И нас не устраивает тайм. Паляющий. Паляющий. Инволюция. Инволюция, третий троп, ты можешь получить что? Ты можешь получить разрушителя разума, либо испорченную ученицу чародея, которая сделает дороже твою жажду крови. Но это нас не пугает. Все-таки никаких разменов и два удара по лицу. Нет, все-таки есть размен. Ага, ну тогда флеймстрайк. Можно флеймстрайк хекс вообще организовать. А с другой стороны, зачем давать флеймстрайк, если мы и так забираем аю? Может все-таки флейм... Может пинг? А зачем? Сколько там было? Пять? Ну все, пять урона на столе, и ты призываешь против пять. Пять, три, шесть элементаля. Тралл. Играет от трала. То есть играем от того, что эта карта в руке не Bloodlast, а тралл? Ну, возможно, зайдет стопдек опять-таки, да? Зачем оставлять какие-то возможности противнику, если можно этого избежать? Лира. Или еще одна антимагия, уже третий раз предлагает эту карту на выбор. Но одна антимагия уже есть в руках, поэтому нет смысла. Я за Лиру. С личиком из солнышка. Я думаю, что даже не за Лиру, я думаю, что я за демона кристалл вивера. Разносчика кристалл... Не разносчик кристаллов, а как же он? Распорядитель кристаллов. Есть такое дело. А вот и тралл. Размен. И мы получаем кого? Седьмой дроп. Михаил, седьмой дроп. Какой? Боевой голем. Восьмой даже дроп. Восьмой дроп. Возможно, даже девятый дроп. Давай смотреть. Ну какой, какой? Ладно, все. О, королич. По-моему, неплохо. Тоже пойдет. Как его зовут? Могильный... Как-то разрушитель... Нет, это не разрушитель могилы. Могильный... Давай смотреть, честно не помню. Как его зовут? Общая четверка. Могильный громадень. Могильный громадень. Я помню, что что-то могильное. Ничто. Вообще карта, которая не заиграла нигде, да и как-то перспектив, чтобы она заиграла, честно говоря, тяжело придумать. Но, возможно, где-то потом в каком-нибудь странной колоде и заиграть. В какой-то далекой стране. В далекой-далекой галактике. Ну, понятное дело, нет смысла избавляться от короля лича. Ну и... Флэмстрайк был разыгран с... Не с фолианта, а с петроглифом. Поэтому ничего не выставляет сейчас. Ого! Пробав своих существ на плюс 2-2. Это очень хорошо. Щит антимагии. Но на кого вешать щит антимагии? Вот если этот стол выживет, тогда да. Флэмстрайк, пинг. Ты забираешь всю игровую доску. Но вот теперь щит антимагии... Да, антимагический щит тут под депельгангстеров может заехать. Но тогда ты сам не сможешь ничего сделать. Да, они уходят от пинга. Есть такое. В смысле? Это 3 существа, 4 и 4. Между ними ставят статем языка пламени. Это 2 пацана по 6 и 1 на 4. И играется Bloodlast. Это 28 урона с 3 парней. Один будет заморожен. Не знаю. Ну, мне нравится этот ход. То есть в 3 хода ты можешь нанести 28. Прямо следующий ход ты просто с 3 парней вносишь 21-25. На здоровье. Бах! Я думаю, что это способность героя именно, да. Мне кажется, пока нет смысла в этом. О-о-о-о! А это высокогриф. А вот это пойдет. Это пойдет. Я думаю, что уже на какую-то игровую ситуацию он будет разыгрывать антимагический щит. То есть на какой-то стол Размен Тек Алекстраза лицо И размен Одного из допелей Лицо ходил Говорит Эволюция Еще Вдобавок Ну что ж А вот теперь Щит антимагии пойдет Как к себе домой С всеми эволюциями И прочим Потому как мы разбираем Алекстразу Ты про это? Ну тогда да Что по урону? Нет урон определенный Будем тогда эволюционировать Гиен Насколько жестко Будем эволюционировать Да ладно Даже альему заберешь Со стола Ну по-моему Один седьмой дроп Лишний Я согласен Что нет смысла Ты на него и эволюцию играешь А билочку играешь Плюс антимагический щит Вначале хочется Против антимагический щит Для того чтобы заслевать А потом эволюцию Он пытается максимум сделать Чтобы засейвить допеля Но по-моему Это плохое решение И он вообще Не будет сейчас сыграть Эвол Подожди Но это понятно Не Перпл как-то Очень жадно сыграл 10-12 21-23 Да нет Он жадно сыграл Ну то есть Перпл решил сыграть На то что Вот следующий ход Я уже бабахну Ну вообще да Хотелось бы Антимагический щит Оставлять уже на потом Ну нет На глубокий потом Ты играешь Так а зачем Ты просто играешь эвол Ну да да А после уже бахаешь Антимагический щит И останется у него Элем 3-4 Да пусть стоит на столе То есть мне не нравится Вообще Мне тоже не понравился Эволюционировать Антимагический щит Я считаю Это печально Очень и очень Нехорошо Сейчас действовал Представитель Канады И седьмой дроп Мы теряем После выхода Снежной бури Ну вот я уверен Что Волну обсуждения Просто вызовет Эта партия Ну вот этот ход От Перпла 100% вызовет Волну обсуждения Потому как Это надо Пересматривать Пересматривать Переосмысливать Эволюция Или нет О как Одна карта Остается в колоде И три карты До фатига дошли Токен шаман И казак Ну маг Та колода Которая часто Играет в фатиг Ну и что Теперь нужно Я думаю Что разлет Стрел Хороший Для тебя Ну тут Просто Шикарный выбор Ну тебя практически Ну сколько тебя Устраивает Три из Даже четыре Из пяти Хотя может даже Знаешь что сделать Можно сыграть Через огненный шар Секрет И лаке Понимает Что его Антимагию Прочитают Поэтому играет Не антимагию Чтобы Перпл Потратил Один из Сплов То чтобы Чекать Антимагию Но Перпл Должен знать Где Лежат Карты Сфолианта Я думаю Что в такой Изматывающей партии При счете 2-1 Ты уже Не считаешь Какими Профессионалом Ты ни был Где Какие Карты В руке Оппонента Тем более Когда в руках Три секрета И два Из них Родные Но увидеть Неродной Это на самом деле Очень тяжело Что в фатик Будем играть Два удара Будет По Служителю Боли Даже Гиену Мы отдаем Ой Ой Один удар Послужителю Боли Барьер И Карты Закончились И вообще Ничего Не делает То есть Перпл Сознательно Играет В фатик Оставляет Тем самым Существ На будущее Максимум Секретов И Друзья Дело-то В том Что Существ У самого Тома Не осталось А тут Керн Ему Неоткуда Доставать Алямов Ага Керн И все Даже Огневичковую Ставить Тебя Просто задавят Нет Ну серьезно А как ты Огневичка Просто потушишь Если вдруг Него Пингану Ты Сможешь Уже Подумать Над Эволюцией И Это Победа Перпла Похоже На том Вот даже Какие идеальные Попадания Должны быть В лицо Три в лицо Том Прощается С тим Турниром Ну что ж Какие бы не были Решения От Перпла Друзья Но Это Приносит Им победу И Том Все Понимает В общем Определенно Будут Пересмотрены Эти партии Определенно Казакус Который не вышел С десяткой Зелье Которое Забирал Том Акалит В конце Да Споры Велью И споры Темпа Тут просто Я думаю Не утихнут Ошибаются Все Это Это Хардстоун Друзья Ну и вот Он Первый Участник По результатам Летнего Чемпионата Проходит Лос-Анджелесе В Калифорнии Который поедет На Чемпионат мира В январе Это самый Добродушный Чемпионат мира Потому что На Чемпионат мира Едут И Перпл И Том Тара Так победила Дружба Друзья Победила Дружба Ура Скинем руки К небу Помолимся Почему Едет Том Друзья Да потому что Он Выиграл Ласт Кол Он первый В своем регионе По поинтам И вот она Радость От Перпла Оранж Просто Что за Счастье От Перпла Это Подготовка На протяжении Такого количества Времени Он будет На чемпионате Мира Он будет Представлять Свою родную Страну Канаду Он будет Среди 16 лучших Вот для этого Петлички На каждом Из игроков Друзья Чтобы все Это Запечатлеть И показать Я уверен Будет Какой-то Ролик По итогам Всех Этих Отборов И что-нибудь Blizzard Нам Приготовит Да У вас Еще 4 Финала Будут Уже Не такими Добродушными Добродушными Я Это И big Субтитры сделал DimaTorzok